Наконец-то я увидел, ну, вчера уже вся развязка на Украине произошла, все. Режим Яринковича рухнул. Я два дня назад когда смотрел, как там по людям начали стрелять по это. И у меня прямо это, внутри, как матеря там, ну, хранили там своих детей там. Короче, все это рухнуло. Я думал, наверное, перестреляют, неужели там 2005, там, как у нас в революции, пятый год, да? В 95-м году, да? В 5-м году, когда царь расстрелял, в 905-м году. Потом Пуччи, да, помните, тоже расстреляют. И такое ощущение, что люди историю вообще не учат, что нельзя по народу стрелять, это не победа, это никогда не будет победой. И вот там все рухнуло. И самое так, знаете, интересное. Я вот читал, вот давайте откроем Иса, 10-я глава. И это прямо о ситуации в Украине. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу свою и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? И к кому прибегнете за помощью, где оставите богатство ваше? И буквально в смысле, когда начали там стрелять, и прям многие солдаты стали переходить, сказали, ну, переходить на сторону народа. Думали, что люди разбегутся, а люди не разбежались. И многие солдаты стали переходить на сторону народа. Но это все в интернете, вы можете увидеть. Российскому СМИ не слишком, верьте. И вот я, и вот, и потом раз, и Янукович убежал. И ни одна страна его не принимает, ни России, никто. И все чиновники никто не принимает. Я видел, что вы будете делать, когда... И никакое богатство там, в его даче нашли там 17 килограмм золота там с чемоданами. А никто не пускает. Говорит, нет, все. И вот, вот, и был ты вроде бы царем, и в любой момент так, бам, и все. Конечно, сейчас надо молиться, чтобы в Украине, ну, чтобы стабилизировалось все. Ну, я просто восхищаюсь, восхищаюсь мужеством народа украинского, которое сказали нам, ну, бардак уже не нужен. Восхищаюсь, конечно, многими братьями. Конечно, увидел, как хорошо себя повели там православные, католические священники. Действительно были, как миротворцы, когда шла война, и когда Беркут шел. Бить там, ну, в общем, они вот стояли вот так вот между теми, чтобы остановить кровопролитие. И там большая дискуссия была в интернете. Я там тоже в шашке у христиан видно, что нету однозначного мнения, как поступать в этой ситуации. Поэтому кому как открыто, так и поступай. Но я вот увидел, что наконец-то кровь остановилась, все спокойно стало. Слава Богу, для меня лично это подарок. И я увидел, что там Тимошенко, премьер-министра, выпустили бывшего, которого в тюрьму посадили. И народ уже останавливает вот этих оппозиционных лидеров. Тимошенко не видели в интернете и говорит, ну вот мы революцию совершили. Надеюсь, вы вот так вот себя не будете вести, когда этого вот эти господа вели, что кортеджи вот эти, вот мигалки, пробки вот так вести себя, как бояре. А те выходят лидеры оппозиции такие. Их остановили, ну я вижу, у него испуг. Потому что народ уже, ну как бы сказать, ну понятно там, ты политик, ну ты должен знать, для чего ты политик. Он говорит, нет-нет, кортеджев не будет этих, все, мы будем себя скромно вести, да, все для народа, все. Это. Дай Бог, конечно, чтобы там, и чтобы между нами, между украинским народом и русским народом, мы все равно братьями, чтобы не было разделения между нами. Это подарок, я прям был рад, что наконец-то остановилось кровопролитие. И люди, ну армия не встала на сторону, по крайней мере не все, не стали на сторону стрелять, чтобы свой народ. Вот, аллилуйя, они защитили отчизну свою. Можно доску? Я немножечко, чуть-чуть поучу, сегодня я не проповедую, но немножечко, мне показалось это очень важно. Мне показалось это очень важно. Хорошо, когда мы... Ко мне классно поставил доску. Итак. Откроем Матфея, 22 глава, 20 стих. Я на этой неделе общался с одним братом, и слава Богу, я когда начал, он мне задал вопрос, я давал ему, начал отвечать, я прям почувствовал, что надо об этом заново обновить учение и повторить, что Библия учит вообще о деньгах, о жертве, о всех вот, ну, все того, что происходит. Потому что деньги занимают очень большую часть нашей жизни. Аминь. То есть где-то мы треть своей жизни тратим на то, чтобы заработать деньги, чтобы купить или так далее. Какие это, купить продукты, обеспечить себя. И вот очень важно смотреть, все-таки, как Господь на эти вещи смотрит, чему Он учит. И, конечно, чтобы учить о финансах, это можно прям несколько часов учить. Но мы возьмем несколько моментов. Люди спрашивали. Так, 17 стих. Итак, скажите нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете Меня, лицемеры, покажите Мне монету, которую платите подать. Они принесли Ему динарии. И Он говорит им, что это изображение и надпись. Они говорят ему, кесарево. Тогда говорит им, отдавайте кесарю кесаря, а Богу отдавайте Божье. Аминь. Итак, и давайте еще. Второе Петра, первая глава. Я уже как-то об этом говорил. Второе Петра, первая глава. Третий стих. Библия говорит о том, что все, что у нас есть, в каком бы состоянии сегодня ты не находился, ты можешь жить благочестиво. Тебе все дано для жизни и для благочестия. Аминь. Итак, если мы примерно рассмотрим наш доход в виде колбаски. Вот так, немножко сделаем. Колбаска такая. Это все деньги, которые к нам приходят. Аминь. И вот нам пришли деньги. И что Библия говорит о том? Иисус сказал, как мы должны это сто процентов наших денег. Библия говорит о том, что Матфея, Малахия, третья глава, и что принесите десятину в дом хранилища, чтобы в доме была пища. То есть Библия говорит о том, что у нас 10 процентов это в дом, дом Божий. Это налог, Божий налог. Вы все знаете, Малахия, третья глава, проклятием и прогреты, потому что вы весь народ обкрадуете меня. Чем вы скажете? Обкрадуй меня десятину и приношению. Принесите в дом. Мой, чтобы в доме была пища. Для чего Бог определил этот налог? Чтобы священники могли постоянно учить Слову Божию. Потому что очень многие люди не знают Слова Божьего. Им надо учить. Поэтому это по сути дела заработная плата священников. Да? И содержание храма, да. Второе, что у кого-то вот так. Это кесарь. Кесарь. Может быть у кого-то занимает вот столько, у кого-то может больше. Кесарь. Что такое кесарь? Это кварплата. Это свет, электричество. Все такие вот, которые тебе государство предоставляет услуги. Налог на землю и так далее. Ты выплачиваешь за это. Потому что попробуй не заплатить кварплату. Но за свет отключит кесарь. Правильно? Следующая часть. У нас наши личные расходы. Это еда. Это одежда. То есть то, куда мы тратим, чтобы жить. Судержание семьи. Детский садик там или еще что-то. Правильно? И вот у кого-то остается вот такая маленькая сумма. У кого-то может не остается. У кого-то может быть 5%. У кого-то может быть 30%. У каждого доходы разные. И вот эта часть называется личностное, финансовое пространство. Или свобода. Ни от этого, ни от этого мы уже уйти не можем. Правильно? И вот когда люди начинают говорить, я хочу купить машину. Или хочу взять квартиру в ипотеку. Или еще какие-то вещи взять. На что человек должен рассматривать? Вот именно на личностное финансовое пространство. Ориентироваться на личностное и финансовое пространство. И чтобы личностное и финансовое пространство, если вы видите, не может вам позволить. Некоторые люди делают такую ошибку. Они пытаются искусственно увеличить личностное и финансовое пространство за счет того, что взять кредит. И сейчас я вот Рома Белова позову. Ром, вот сейчас банки, буквально в смысле, они... Мне Рома рассказал, как ему предлагали взять кредит. Ну мы с пастором общались на тему такую, что в настоящем обществе разница между богатыми и бедными, вот это вот расстояние, оно увеличивается. То есть бедных становится больше. Бедные беднеют, короче, богатые богатеют. По какой причине? Вот мне, например, позвонил недавно из банка, из ВТБ-24. Тетенька такая грамотная, вот видно там, с образованием, говорит вообще просто супер. И такая, здравствуйте, Роман Евгеньевич, вот вы клиент нашего банка, вот у вас есть какие-нибудь нужды, которые вы хотели бы в ближайшее время вот закрыть, там, улучшить свое состояние? Я говорю, ну конечно, такая замечательная, супер вообще. Ну и давай навяливать кредит. Вот. И кредит от 20 до 28 процентов. Я так для интереса, ну прослушать информацию, а потом говорю, знаете, на середине прям разговора я обрываю, говорю, мне не нужен кредит. Знаете, я хочу жить посредством. Я не хочу жить в долг. И понимаете, и у него прям такая пауза такая трехсекундная. И потом такая уже чуть ли не гнев такой на меня прям. Типа, ты что не хочешь брать кредит вообще что ли? Ты что совсем уже что ли? Ну копить будешь тут сейчас. Ну накопишь, она мне тебе историю давай рассказывает. Ты будешь копить, деньги обесценятся, товары подорожают. Вообще думайте, как вы жить вообще собираетесь. Прям наездами. Я такой, девушка, все, до свидос, короче. Я хочу жить посредством. То есть я думаю, что многие из вас, я фейсбук открыл, смотрю недавно, ко мне одна семья приходила, попала к нам, попали финансовые затруднения. Мы сидели, разговаривали, как выйти из финансовых затруднений. И тут открываю фейсбук. И от этого же, от этой же семьи приложение. Сбербанковские потребительские кредиты. Ну то есть, тебе можешь нажать, заполнить там анкету, и тебе опять вышлют карточку с деньгами. Ну понятно. И понимаете, в сегодняшний момент Библия учит, что? Что должник делается рабом, взаимодавцем. Иисус учит нас, не будьте должниками никому ни в чем. То есть, и по сути дела, кредит, это даже не тюрьма, амнистии не будет. То есть, народ сегодня хочет лукавые схемы на похоти человека сыграть. Ты хочешь лучшую машину, ты хочешь лучшую квартиру, ты хочешь это самое, возьми кредит. И человек попадает в рабство на 3, 5, 10, 15, 20 лет. Я просто очень часто с людьми сидел, и когда ко мне однажды пришли семьи, и говорят, вот что делать? Я говорю, не платите кредиты. Фух. Но там ситуация немножко такая была, что родители очень часто, ну, хотели, чтобы у сына была хорошая репутация, и он возьмет кредит, проколет, а родители гасят за них. Я говорю, что делать? Я говорю, не платите кредиты. Потому что он, он, он раб. Ему дают на похоти, сыграет его, и он берет. И надо, чтобы у него везде были сложенные мосты, чтобы он везде в черных списках. И вы тем самым его исцелите. Потому что блудный сын когда вспомнил о том, что есть отец? Когда хотел свиных рожек кушать, а ему их не дали. И он говорит, пойду хотя бы батраком работать. И когда есть люди, которые хотят кредит взять, а ни родители, ни жена, там, или ни муж не гасят за них. И они попадают в черные списки, им никто не дает. И, наконец-то, наступает свобода. Хочу взять, а никто не дает. И он может спеть, я свободен. Аминь. Это хороший принцип. Если бы у меня жена, я пришел бы, жена, смотри шубочка. Смотри путевочка. Давай за это, ну, в кредит сделаю. Я бы сказал, так, все, я платить не буду. Почему? Ну, я знаю, что есть некоторые женщины, которые возьмут карточку и все деньги потратят. А кто платить мужу там? Даже вот такое есть. Я с таким тоже сталкивался. И мужики, и женщины, тут нет разницы. И некоторые пытаются личностное пространство увеличить. И из этого попадают большие проблемы. Потому что наступает такой момент, когда надо платить. И поэтому нельзя искусственно увеличить свое экономическое пространство. Это все иллюзия. Не думай, что ты можешь там взять шесть карточек, с одной карточки брать, потом с другой перекладывать. Это все равно в год есть абонентская плата. Знаете, банки не дураки. Они знают, как себя содрать. Поэтому это не тот путь, по которому идем мы, христиане. Вот экономическое пространство. И чтобы это экономическое пространство увеличить, что нужно? Надо подумать, как ты можешь в карьере вырасти, чтобы твоя заработная плата увеличилась. В чем ты? Поэтому я сижу и говорю, что вот заметил такой момент. Надо всегда на работу идти не для того, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы становиться специалистом. Потому что специалистам всегда будет оплачиваемым больше. Поэтому, может быть, в какие-то моменты ты можешь работать бесплатно, но если перспектива, ты знаешь, что ты станешь крутым специалистом, иди бесплатно. Мы с женой однажды отдыхали в Турции, и там парни такие модные. Мы говорим, ну, такие... На что живете, ребята? Они говорят, самый крутой в Москве какой-то там парикмастерский салон. И мы туда, и туда вообще не берут. И мы сказали, мы просто будем убираться бесплатно. И говорят, мы 4 месяца работали бесплатно. И потом посмотрели, как учат, как все. И мы изучили все крема, все-все-все полностью. И потом потихонечку-потихонечку мы стали сами мастерами. И сейчас зарабатываем огромные деньги. Ну, для парикмахера. Поэтому очень важно вот это понять. Второй момент. Можно уменьшать личные расходы. За счет чего мы можем уменьшить личные расходы? Взрослые люди, все прекрасно понимают, знают это, что в 90-е годы, если бы ни картошка, ни капуста, ни приусадненный участок бы, народ бы не выжил. Сегодня на 15-20 лет мы живем. Все вроде бы достаточно. Мы картошку в магазине покупаем. Там кто-то там. Огольчики, варенье. Кто варенье там? Ну, все. Ну, раньше все соленья, варенья, все делались откуда? С огорода. И мы когда общались по соцдому, допустим, соцдом, репцентр, мы увидели, какая часть уходит на продукты. И мы говорим, нам надо поле свое поднимать, чтобы посеять бобы, фасоль, картошку, капусту, чтобы уменьшить. И за счет вот этих, как говорится, нехитрых ситуаций, твое личностное экономическое пространство, оно увеличивается. Аминь? Поэтому это не говорит о том, что все плохо. Просто если ты хочешь увеличить свое личностное экономическое пространство, будь мудрым. Аминь? Теперь дальше. Очень важно. Машины. Очень многие хотят иметь машину. Я уже взрослый человек, не хочу сказать старый. Какой я старый? Я, как кашлял, я мужчину в развитии лет. Но 15 лет назад еще телефонов и машин так много не было. Правильно? И люди ездили пешочком, все вот это. И я помню, когда я купил машину, я думаю, о, сейчас куплю машину, я все дела быстро сделаю. Как купил машину, дел стало еще больше. Аминь? И я, когда вы собираетесь купить машину, вы должны ответить на нас един главный такой вопрос. Машина, говорит, не роскошь, а средство передвижения. Фигня это все. Машина либо зарабатывает деньги, либо она роскошь. А функция ее средства передвижения. И главное, ты должен задать такой вопрос. Вот если человек, допустим, таксист, ну, понятно, машины зарабатывает. Или человек торговый агент. Он, понятно, ездит, машины зарабатывает. Вот я по себе увидел, вот у меня январь месяц провалился, январь месяц провалился в работе, я раз посмотрел, у меня уходит 15 тысяч рублей на бензин. Пилот хорошо кушает. Так он еще не только на бензин, он еще и масло ест. Он еще амортизацию требует, он еще это. А финансы, ну, не получились. Я заметил такую вещь, что, оказывается, я очень много могу делать в офисе или у себя дома. Работу. Я поставил машину и буквально только до церкви доезжал. Ну, или до офиса. Раньше сядешь, и с тем туда поедешь, и с этим, ну, видел, надо как-то экономить. Я просто увидел, что, я увидел, что моя машина, это роскошь. Ну, лично, можно работать, зарабатывать деньги, но без машины. Так вот, всегда задаю вот такой вопрос. Если ты хочешь обновить машину, что это? Роскошь или зарабатывать деньги? Что для тебя машина? Роскошь? И если ты видишь, что это роскошь, что она тебе денег не будет зарабатывать, ты должен понять, что твои вот эти личные экономические пространства уменьшат. и может быть, она все у тебя заберет. У меня просто неоднократно был такой момент, что люди покупали машину, хочется комфортно возить свою попу, да? Ну, как бы хочется. Ну, у человека вообще не остается денег. Ну, тогда, друзья мои, надо ответить, можете ли вы себе позволить такую роскошь? И последнее, что я хочу еще сказать. Я просто самый изюм беру из всей финансовой это. У вас должно быть, постарайтесь так, чтобы в вашей семье зарплату получили 200 рублей, 300 рублей или 500 рублей. Просто кладете в стороночку, чтобы у вас был резерв. Это урок Иосифа. Иосиф в хорошие времена откладывал на плохие времена. Экономика вся растет вот так вот. Есть взлет и есть падение. Экономика не... Есть ошибка верующих, которые думают, о, всегда будет вот так, мы же верующие. Нет. Экономические циклы есть, есть сени, есть жатвы, есть зима, есть осень, весна. Поэтому на экономические циклы вера не работает. Вера, знаете, на что работает? Вера работает на характер. Характер ваш может всегда расти, и освящение, и благочестие у вас может возрастать постоянно. Но экономические циклы нет. И вот это вот очень такие духоманные. Не, пастор, ты без веры. Я говорю, я знаю, я вот сейчас вижу, послушал, ну, вы в Фейсбук, если кто-то не это, вы вводите, я там выкидываю, многие очень... Фьючерсы наши экономические сейчас упали очень низко. Вообще, такое, что страна идет к дефолту. Хотя об этом не говорится нигде. Потом Медведев выступил, что мы ничего не производим, мы только живем на нефти, и газе, у нас вся промышленность, она полностью... А нефтедоллары начинают падать, потому что Иран, Ирак начинают от войны отчухиваться, и уже начинают добывать нефть, и выкидывать на рынок. Поэтому вот этот подъем искусственный был, из-за того, что там где-то воевали, и не добывали нефть. Поэтому я как бы просто, как говорится, предупрежден, значит что? Вооружен. Поэтому мы должны четко знать, что экономически и у каждой семьи должен быть на три месяца финансовый запас. Чтобы вот на вот это, на личностное пространство и на квартплату было. Потому что за три месяца любая семья может выйти из экономических трудностей. И хорошо бы, чтобы у вас был на шесть месяцев продовольственный запас. И если у вас вот это все, друзья мои, будет, никакая вам засуха и какой-то голод вам не страшен. аминь. Аминь. И поэтому, вот я вот, допустим, мы сидели с братьями, общались, и вот у нас раз, допустим, Гамлет сказал, говорит, вот у меня есть земля около гектара, я ее не вспахиваю, не всю. еще может быть у кого-то. И вот весна наступит, вы можете быть мудрыми, не сидеть вот так, как бы вот, а взять и, допустим, говорит, я могу там три или пять соток, да, ты сказал, да, ну и свои, а, пятнадцать соток из своего участка могу дать, если кто-то хочет сеять, ну, для наших братьев и сестер. Пожалуйста, то есть в чем прелесть общины, да, у кого-то избыток, а у кого-то недостаток, и тот своим избытком покрывает недостаток другого. Аминь. Поэтому вот я вообще призываю вообще в этом году просто мобилизироваться, просто, ну, я даже прям хотел бы, кто хорошо умеет мариновать там, я весь репцентр, наверное, с домом отправлю за грибами, потому что переберем, научим. Но я вам честно могу сказать, вот я вырос в бедной семье, и мясо это было, я вот день рождения сына отмечаю, мясо отбиваю, я готовлю, мясо отбиваю, говорю, я помню, взрослого поколения, помните, пельмени на Новый год вообще, мясо, я до сих пор, мяса было так мало вообще, что я когда до сих пор курицу ем, кости вот эти верхние, ну вот эти мягкие, обгладываю, потому что привычка детства, мало было мяса, а дочка у меня вот так ест, тут съест, а вот тут кусок мяса, тут кусок, и так раз, и я говорю, ты столько мяса выкинула, потому что она не знает, что такое голодное, ну понимаете, детство, она не знает, что такое мясо, когда это, но грибы, фасоль, бобы, они содержат столько же калорий, сколько, как мясо, и когда картошку с грибами пожаришь, еще фасоль, она такая же вкусная, сытная, как и калорий, столько, как мяса, это вот еще от наших родителей, а вообще, если посмотреть, это все и урок Иосифа, теперь, вы что-то получили здесь? Теперь давайте достанем Божий налог, пожертвование, кстати, от личного экономического пространства еще есть такой момент пожертвования, когда, это я не по закону, я могу сделать гораздо больше, можно доску нести? Ребята, несите доску.